собралась магазин как у нас тут темно в лифте шум лампочка мигает всем добрый день еще раз до магазин решила тут возле леса прогуляться чуть-чуть минут пять-десять поэтому пойду дальше магазин так вот думал что это спуститься туда в лес походить чуть-чуть минут пять-десять тут под горку не вернусь далеко не пойду здесь вот с краешку похожу пять минут все-таки свежий воздух нужен осенечка сидит на ветке такая красивая желтенькая так кого тут нет маньяков нет небо такое красивое голубое как она весной бывает красивая мы сначала хотели квартиру вот в этом доме купить тут всего два подъезда которые ближе к лесу поэтому мы первый год мы не когда вот тот наш дом длинный этот сдали шести подъездные там квартиры были почти все распроданы но мы думали что там все уже распродано и решили ждать вот этот дом до нового года а был был еще где-то весна апрель март а потом случайно узнали что в этом доме квартиры продаваться не будут он короче тут служебно не служебное жилье а бесплатно от города давали учителям врачам администрации и мы короче поняли что нам в этом доме ничего не светит маленьком хотели чтобы во дворе в тишине ближе к лесу и мы значит быстренько давай узнавать про тот дом длинный где мы сейчас живем что там осталось так вот эти две башни недавно совсем построили ну и короче выяснили что там всего две квартиры осталось в том доме где мы сейчас живем одна на первом этаже шестом подъезде с видом на помойку на мусорку и вот тут прямо сейчас живем все на семнадцатом одна и мы короче взяли на семнадцатом я говорю только не на первом всю жизнь мечтала чтобы квартира была повыше с балконом последний этаж вообще шикарно никто не топает над головой думали в этом доме будем жить а живем вот в том я вот сейчас смотрю видно отсюда наш балкон где там наш балкон отсюда не видно наверно дальше чуть-чуть чуть-чуть тут какой-то другой подъезд видна не наш до отсюда не видно дышать воздухом все равно надо ладно отсюда не видно поэтому а может и видно сейчас еще гляну отсюда отсюда непонятно наш окно не наше вроде наше ну ладно не суть важно сейчас пойду обратно не обратного магазин магазин шла решила минут пять здесь погулять сегодня не холодно уже где-то около нуля что-то магазин чуть дальше но тут напрямую не пройдешь хотя вот так если через лес пойти может быть и можно выйти но я сейчас вернусь через двор обойду все-таки я полезу боюсь одна ходить у меня даже собаки нет кто-то с собакой гулять крайнем случае можно собаку натравить мне кажется тут если по тропинке пойти можно вот туда к магазину вон его видно отсюда магазин правда я не хочу тут одна по лесу ходить смотрите раньше места для шашлыка у нас вот такие были но здесь только столики здесь нету ни мангалов не домиков оказывается домики только вот там дальше их там не так много штуки три-четыре а здесь просто раньше вот так было просто столы и скамеечки то есть свой мангал нужен а там дальше есть домики и мангалы мы обычно свой берем на всякий случай и столика мангал если особенно какой-то праздничный день там типа 9 мая уже понятно что все столики будут заняты с утра самого поэтому берем все свое уходим подальше в лес а а если вот в такой день пойти ну даже не выходной летом среди недели с утра пойти там никого нет ладно все будем считать что я немножко прогулялась подышала чуть-чуть свежим воздухом свежий воздух все равно нужно для поддержки иммунитета нельзя же дома сидеть то хоть и дома надо проветрить приду проветриваю окно открою убираться не буду сегодня проветрить надо так теперь в горку тут главное не навернуться ничего осилили горку все ребятки я выключаюсь приду домой покажу что купила у меня там так по мелочи кочу сейчас помню что дома нет просто надо чтобы запасы были по моему нужен черный чай зеленый такой рассыпной который в пачках можно взять возьму чаю побольше разного баклажаны хотела купить может быть сыр возьму сказали сегодня по телеку что полезно пить кефир для поднятия иммунитета короче куплю кефир или ряженку может молока пакетик баночку всем лан все ребятки всем добрый день время без 15 3 сходила магазин за продуктами пила вот такую туалетную бумагу white cloud дамы два баклажана капусту пухофрукты это вот что у нас абрикос сушеный а это что блин а я думала это финики чуть страшные какие-то абрикосы купила ладно так купила посуду чистить посуду кефир взяла молоко сыр с грецкими орехами масло сметанку малиновое варенье кашка кукурузная кашка манная овсянка геркулес и чаев набрала 4 пачки это черный цейлонский черный с измородины черный с бергамотом с бергамотом эрл грей и зеленый же с мином вот за это все не отдала 2 400 что много потратила вот это можно было не брать я думала это финики ну ладно лоханулась будем есть так надо сейчас чек посмотреть и давно не заглядывала продукт подорожали но я чая много набрала еще зеленый не купила вот такой крупной листовой куплю не было зеленого долго стояла смотрела так не нашла зеленый чай такой что крупной листовой шанс посмотрим что тут купила сколько что сколько стоит клементины 288 рублей это даже не мандарины это клементина какие-то марокканские так два пакета 12 рублей баклажаны 185 я округляю так манка 60 капуста 57 молоко 60 пемалюк 78 кефир 77 сыр вот этот кусочек 230 рублей масло 140 сметана 80 туалетная бумага 80 черная смородина 80 еще какой-то черный чай 100 рублей эрл грей 140 геркулес 77 кукурузная крупа 60 зефир 70 черный чай крупной листовой 100 рублей урага них приносит какая дорогая курага с обзнала бы я бы не брала курага 180 и другая упаковка 200 ничего себе 4 на 4 на 3 180 рублей кураги вот это везла варенье 140 тоже дорого ничего себе сухофрукты какие дорогие лучше на рынок сходить купить то турецкие с турции ничего будет делать будем есть ну ладно лоханулась надо брать подешевле когда паски ну ладно ничего не поделаем так теперь надо место освободить для кефир . так кефир сюда молоко можно туда подальше пока убрать так сыр 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 еще есть это я про запасовала сметанки взяла запас творошку не взяла надо было творошку творошку ладно когда буду идти с магазина поликлиники тогда я куплю творошку дикси так я же хотел сегодня что-нибудь из пробачков приготовить баклажаны уберем с баклажанов другой день баклажаны уберем с баклажаны так че еще эти плементины попробовать надо так куда бы их положить есть все поместилось уже хорошо так и все в холодильник больше ничего класть масло в морозилку хотела другое масло купить но она там дорогое где покупать где подешевле и не будем горлышко лечить пустые банки я оставляю несколько штучек пригодятся так овсянка манка манка а где у меня манка нету что ли совсем наверное нету хорошо что я купила пригодится потом пересыплю так туалетная бумага про запас так пемолюк кабачки сейчас что-нибудь из кабачков сделаем лежат сухофрукты да блин что-то лоханулась я с сухофруктами то ну что делать будем есть чаю то набрала чаю чая набрала ну ладно чем он будет лежать он это не портится зелененький черненький еще черненький ну и все все брала практически все так ладно ничего страшного все ходим все пригодится будем лечиться чай пить с вареньем с сухофруктами ничего страшного ну потратилась я ж не каждый день в магазин хожу пару раз в неделю наверное сколько же я трачу тот раз сходила два раза в один день пять тысяч потратила сегодня две четыреста еще в дикси заходила не знаю сколько отдала тысячи две еще зайду пятницу ну в общем не знаю сколько я трачу в неделю ну тысяч пять шесть наверное это много на пенсию не проживу если не буду работать с такими замашками так ладно хоть бы быстрее выздороветь и закрыть больничный иначе много не заработаю с больничным то я премию потеряю годовую премию потеряю часть у меня сколько уже больничных четвертой неделе а нет если в этом году считать то в том году я две недели болела летом и в этом году уже две недели почти двенадцать дней будет в пятницу ну смотря как считать да я заболела двадцать первого если третьего закроют двенадцать дней ну полмесяца минус половина зарплаты больничной не знаю сколько минус половина премии сколько еще там больничная платит неизвестно как они там считают имеется в виду вот когда пишут если стаж там до четырех лет совсем мало платит а вот что это имеется в виду четыре года это вообще общий стаж или именно в этой организации вот это непонятно или на последнем месте работы как они стаж считают так то у меня стаж уже большой лет тридцать у меня может быть стопроцентная оплата больничного уже а если считать только в этой организации последней то четыре года у меня только в апреле будет еще нет четырех лет тогда вообще копейки непонятно как это они там оплачивают как они стаж считают именно здесь или вообще то есть непонятно прерывный непрерывный то есть там куча нюансов я в этом не разбираюсь абсолютно то должен бухгалтер разбираться да так ладно ребятки все я выключаюсь сейчас я передохну попью чайку и займусь баклажанами потом покажу что из этого вышло так Продолжение следует...